Ну, интересный, интересный разговор, прямо вот поймали-поймали Давида, наконец-то дали ему возможность высказаться, дорогие друзья, потому что интересные вопросы, как вы видите, не заканчиваются, и интересные мнения продолжаются, всё звучит в наших замечательных эфирах, всё собирается в какой-то пазл, и этот сериал, сериал на IGTV, Midnight Loft Online, вы знаете, это прям затягивает. Я вынуждена признать, что личности, которые меня окружают, это самый настоящий подарок судьбы, это так интересно, и посмотрите, какие они разные, какие они креативные, какие они вообще замечательные. Это ты про меня говорила сейчас, да? Да. Но ты пропустила, что я говорила в первом о тебе эфире, потом пересмотришь, прям заплачешь, я чувствую. Слушай, Давид, на самом деле, вот мне просто интересно, кто из минималистов или из неоклассиков, вот оригинальных, да, которые, так сказать, ну мы бы знали. А ты под оригинальными кого имеешь в виду? Ой, ну понятно, серьезно с тобой. Ну, Филипп Гласс, например, ну там, не знаю, Джон Адамс, да, там, ну тот же самый Кейдж, не имея в виду 4.33. Ты хорошо, ты классно ушел как-то. Я очень, я быстро тебе скажу, я очень мало играл этой музыки, но, например, у Гласса есть очень классный ступичный концерт, который я всегда хотел сыграть. Я не помню, есть записи, да, ведь играет, я вот не помню, кто играет, но очень классный концерт. И музыка такая, и киношная, я все это очень люблю, жалко, что не сыграл. Ты знаешь, еще есть один композитор, это моя голубая мечта, я тебя уже тоже этим достала. Какая мечта голубая? Голубая, голубая, да, голубее не бывает. Значит, Филипп Гласс, его скрипичная соната, например, ну, к тому же еще есть Road Movies сонатом. Как у нас сонки ведь есть. Да, теперь уже есть, придется играть. Вот, намекаю, 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 не забывай это. Плюс ко всему еще есть интереснейшая музыка, которую написал Эрих Корнгольф, да. Я тебя уже замучила этой фамилией. Соната безумная абсолютно. У него есть только соната. Все скипати знают только скрипичный концерт. Да, но, кстати говоря, очень красивый. И что мне нравится, ни соната, ни концерта абсолютно никак не перекликаются. Но и то классно, и это тоже здорово. Ну, в общем, моя задача просто, не знаю, как-то переманить тебя на свою сторону света, видимо. И как-то все-таки агентировать это сыграть. Но, ты знаешь, я хотела что-то отметить. По-моему, сейчас идеальное время для того, чтобы все это выучить и посмотреть. Так, конечно, давай вперед. Нужно этим занять. Тем более, ноты есть. И какая проблема. Да, и ты знаешь, я хотела тебя похвалить. Ты сейчас так мастерски просто показал, по-студенчески. Как если ты не знаешь ответа на вопрос, как можно здорово переспросить, чтобы тебе половину ответа озвучили в самом вопросе. Ты бы мог сейчас... Ты понял, да, чем я сказал? Так, Алис, на секундочку. Подожди. Что случилось? Мы зависим? Да, висим? Так, зависим. Как только я заговорила о том, что как Давид мастерски ушел от ответа, вот, и как он переспросил так, чтобы ответить теми же самыми фамилиями, сразу эфир и прервался. Ну, вот так вот мы и узнаем правду о наших артистах, так мы и узнаем о том, кто знает, кто такие минималисты, и кто не знает, кто такие неоклассики. Но на самом деле это, конечно, все юмор, все знает Давид. Ой, друзья, я пока с вами хочу поделиться, что уже практически все серии на Ютьюбе находятся нашего Midnight Loft Online. Вот, так что если по каким-то причинам вам не нравится формат IGTV, или вы чувствуете просто, что вот Инстаграм это не для вас, или ваша бабушка хочет посмотреть на Ютьюбе, пожалуйста, пожалуйста, воспользуйтесь этими ссылками, вот, потому что я делаю максимально как бы широкую вот эту вот воронку, вилку для всех тех, кто скучает дома, кто воодушевляется и вдохновляется нашими артистами и их жизненной позицией, потому что жизненная позиция, это же самое-самое главное, самое главное это стержень, потому что, да, да, у нас нет сейчас концертов, но мы можем по-прежнему креативить, и самое главное просвещать свою аудиторию и не бросать ее, вот так. Это вот лично моя жизненная позиция. Ух, продолжаем. Подключаем Давида. Давид, что там у тебя произошло такое? Ты уже пошел, налил другого себе чая, другого характера для продолжения. Так вот, слушай, если ты так сильно воодушевился, вот скажи, пожалуйста, я все-таки, знаешь, не все о тебе знаю, мне интересно, как ты ответишь на этот вопрос. Вопрос, ну, ох, лиса ты, лиса. Значит, вопрос такой, очень простой, тоже жизненный, как ты любишь. Как ты считаешь, вот ты сам себя оцениваешь, ты экстраверт или ты интроверт по своей натуре? Вот сейчас... Слушай, очень по-разному. Очень... Подожди, подумай. Вот сейчас, когда ты остался один, и, по сути, да, тебя окружает семья, слава богу, но ты не видишь своих друзей вот так в реальности. Что ты чувствуешь? Слушай, по-разному очень. На самом деле я по своему темпераменту, по характеру, конечно, экстраверт. Но бывают моменты, когда мне хочется побывать интровертом. Я себя вполне комфортно чувствую, когда я один. Я люблю быть один. Мне не скучно. То есть ты знаешь меня давно, и я могу, не знаю, зайти куда-нибудь, выпить. Сидеть там несколько часов со связью, какие-то проблемы. Вот, просидеть там несколько часов и получить удовольствие. Мне для этого никто не нужен. Ну, а так, конечно, я предпочту, конечно, хорошую компанию, людей близких рядом, а не то, что мы имели сейчас. Давид, я, на самом деле, знаю несколько глубже о твоих хобби, например, чем о многих. Ты очень любишь читать хорошую, высокую литературу. Тебе очень нравится футбол. Нечасто это получается, к сожалению, в последнее время. Да? То есть ты сейчас не читаешь книжки? Слушай, я, на самом деле, сейчас читаю Декамерон. А, ну так. Перечитываю. На злопоге. Ну так что ты, что ты прибедняешься? У тебя с этим все в порядке. А как поживает, ну не то, что как поживает, ты же такой страстный болельщик футбола. И не менее страстный теннис. Никак, тут футбола нет никакого сейчас. Нет, понятно, Дёх. Вообще нигде. Ну я немножко краем уха слышала, что сейчас нет массовых мероприятий, не поверишь. Но просто вопрос в том, что как это происходит в обычной, в реальной жизни. Ты же постоянно-постоянно следишь за всеми обновлениями. Слушай, тяжело. Тяжело. Я никогда не мог подумать, что такая ситуация вообще возникнет, когда футбола нет просто вообще. Просто никакого. Зато на самом деле в этой ситуации тоже есть плюсы, когда ты меньше времени тратишь на вот все вот это, вот то, что тебя окружает, лишнего. Потому что если ты следишь за спортом, то понятно, что это очень много времени, которое ты инвестируешь в просмотр, в боление. А как же белорусский футбол? Гениальный комментарий. Спасибо. Кстати, белорусский футбол просто уникален. Да, Алиса, между прочим, я думаю, что вряд ли ты знаешь, но это единственное место, где футбол играет. Ну, я вообще-то это знаю. Ты знаешь, да? Да, сделаю, что я этого не знала, чтобы тебе было приятнее. Честно говоря, слушай, я попробовал, конечно, его посмотреть. Надеюсь, что белорусский на меня не обидится, но это смотреть сложно. Я думал, что какую-то симпатию я приобрету к одной из команд. Не получилось. Не получилось. Но ты старался. Видишь, как тебя сильно ломает, что ты уже согласен даже на белорусский футбол, но вот как-то не зашел. Слушай, Давид, а вот, знаешь, у нас тоже есть такой популярный вопрос в этих онлайнах, и пока что не было двух одинаковых ответов. Что ты первое сделаешь, когда ты выйдешь в самоизоляцию? Вот просто первое. Кофе попью. Это, опять же, готовый ответ. Я уже многим отвечал. А? Да, похожий ответ был, когда один человек из онлайна сказал, что он пойдет и возьмет кофе на вынос. Конечно, конечно. Но я просто сразу говорю. Я просто сразу говорю, что кофе. Меня часто спрашивают, что ты сделаешь в первую очередь кофе. Я уже не могу по-другому. Слушай, Давид, а еще такое вот, знаешь, мы очень много общались в последнее время насчет онлайн всяких опций, продвижения самого себя для того, чтобы общаться с аудиторией. Теперь я разговариваю опять сама с собой, потому что окно Давида куда-то отпало. Вот. А вопрос Давида ждет очень-очень интересный. Что же все-таки делать тем людям, которые сейчас находятся на самоизоляции, лишены сцены? То есть каждый же находит сейчас для себя какую-то собственную формацию существования. То есть кто-то уже снимает активно музыкальные дневники, кто-то выходит в онлайн, кто-то, не знаю, занимается там созданием вебинаров, блоги пишет, кто-то стихи пишет на музыкальные темы, кто-то... Там много чего кто делает. И вот интересно было бы узнать, если бы Давид был все-таки с нами здесь, что же делает Давид для того, чтобы его как артиста никто ни в коем случае не забывал. Потому что, конечно, лидная тлоп онлайн приложит все усилия, чтобы вы своих героев, так сказать, помнили и не забывали. Но все-таки они и сами, эти герои, должны сделать что-то своими руками, на мой взгляд. Потому что у нас будет так называемый второй раунд видный тлоп онлайн, когда полуфинальная версия этого сериала и дай бог выйдет в диалоговых окнах, потому что уже аудитория проголосовала, что, в общем-то, хорошая идея устроить такое мини-возвращение в наши диалоговые окна для того, чтобы показать, как люди апгрейдились за это время, как они не стали толстяками и бездельниками, как они работали все это время над собой. Давид, ты слышал мой вопрос сейчас? Нет, нет. Вопрос такой. Вот смотри, многие, да, как бы сейчас занимаются активностью, ну, за неимением возможности выйти на сцену, создают влоги там и так далее. Ты был во многих онлайн, а ты знаешь этот мой знаменитый вопрос. Вот как ты как ты решаешь вот этот свой творческий потенциал, который вот нереализован на сегодняшний день? Что ты для себя вот решил делать творческого? Слушай, на самом деле есть несколько проектов, которыми я занимаюсь сейчас. Это онлайн-записи. Они будут выложены в определенное время в определенном, на определенном ресурсе. Это все есть. Говоришь, как шпион прямо в определенное время, в определенном месте. Нет, я просто не хочу об этом говорить заранее, потому что, скорее всего, люди, с которыми я это делаю, возможно, они будут против того, что эту информацию просто я озвучиваю. Но это есть. Уже мои записи звучали на одном из каналов в рамках онлайн-трансляции. Мы тоже не будем опишировать этот канал. Это все есть. Я надеюсь, что мы с тобой запишем что-нибудь. Да, очень бы хотелось, потому что... Не слабо верится, да, я здесь договорил, что мне слабо верится, что действительно это получится по-настоящему камерная музыка, учитывая те условия, в которых мы сейчас находимся, да, но почему нет? По крайней мере, у нас же есть запись с вокалом, со скрипкой. Любой межгалактический позор в нашем совместном исполнении не такой уж межгалактический, не такой уж позор. Я всегда себя утешаю этим. Нет, на самом деле, мы с тобой, конечно, известные циркачи. У нас много есть роликов, к сожалению или к счастью, я не знаю, все они находятся в моем инстаграме, так что, ребята, если вы захотите копнуть поглубже и узнать, так сказать, поближе нас с Давидом, вообще, чем мы занимаемся, когда за пределами серьезной сценической работы, получите истинное удовольствие. То есть, по крайней мере, жизнь вы свою точно продлите, потому что ролики очень смешные. Один смешнее другого. За время нашего творчества было немало смешных моментов, о которых, я думаю, что многие зрители твоего инстаграма знают не понаслышке. Я надеюсь, что они об этом не знают. Будем надеяться. Нет, просто бывают такие моменты, когда мы с тобой совсем-совсем ведем себя, вообще, как дети буквально, то есть, настолько веселимся. Это хорошо, это очень важно не терять, потому что в музыке, на музыку это очень хорошо влияет, если это детское мировосприятие, если оно в тебе живет, то это здорово. Слушай, ну мы знаем друг друга 13 лет. 13. Да дело даже не только в этом, просто я вот, опять же, вижу, что происходит, и я всегда очень боялся стать менее голодным в хорошем смысле, в плохом смысле этого слова, чем сейчас. То есть, вот это вот желание развиваться, быть лучше, стремиться к чему-то, то есть, какая-то вот эти амбиции, которые во мне сейчас живут, их действительно очень много. Я очень надеюсь, что все это будет жить дальше, потому что часто очень жизнь показывает, что со временем все это угасает. Да, и мы немножко начинаем уже крепче ставить на ногах, уже думать немножко о других вещах, хотя я считаю, что одно другое, другому абсолютно никак. Тут опять зашли мои любимые однокурсники, которые тут... Да я вижу, да, про шашлыки. Семен, привет. Вот, и Элина тоже написала, что Давид философ от Бога. Философ от Бога, ответьте на мой интересный еще один вопрос. А вот как ты относишься к продюсерской деятельности? Ну, чувствуешь ли ты в себе силы и потенциал когда-нибудь, может быть, спродюсировать свой фестиваль, проект, серию концертов? Ведь у тебя очень много, как у других тоже музыкантов, хороших товарищей, так сказать, и коллег по цеху, причем играющих на абсолютно разных инструментах, которые профессиональным образом играют на нервах. Вот. Но тем не менее, если бы тебе предложили вот стать, так сказать, художественным руководителем, креативным директором некого фестиваля, ну или там, я же говорю, концертная серия, как бы ты на это реагировал? Мне это всегда было интересно, интересно сейчас, конечно. А какая бы тематика была бы избрана, какой бы жанр? Фестиваль? Камерная музыка, конечно. Камерная музыка, вообще-то, конкурент. Слушай, даже не обдумывая, конечно, я тебе более того скажу, я бы тебя прикосил обязательно в команду. Хотя, конечно, ты, я думаю, что делала бы точно что-то свое, но тем не менее, попытка такая была бы с моей стороны. Ну, у тебя все еще есть шансы. Я где-то скажу тебе, наверное, часа два в сутки я свободна. Пока что. Я думаю, что для меня ты всегда найдешь время. Пока. Для тебя пока что. Ну, пока что. Ну, не обещаю всегда. Нет, на самом деле, конечно, тоже давить. Ну, шутки в сторону, естественно. Мы столько прошли вместе и еще пройдем, дай бог. У нас, в конце концов, планы сыграть твоего любимого автора. Это Игорь Стравинский, для тех, кто не знает. Давид обожает Игоря Стравинского. Это человек, который не может, не может прожить без этой музыки ни единого дня. Причем, самое любимое произведение Давида, вы бы думали, какое? Вы скажете, дивертисмент? Я скажу, нет. Вы скажете, вы скажете, итальянская сюита, я скажу, тепло, но нет. И, наконец, назову правильный ответ. Это дуо Кончертан, где есть у него самая любимая часть и это... Жига. На самом деле, Давиду очень не нравится это произведение. Я виновата в том, что мы его играли. Малис, тут вопрос не нравится, не нравится. А просто есть... Что за онлайн взаимноэмоциональный петинг? Ты знаешь, Семен, ты вот всегда умеешь найти правильные слова, но сегодня как никогда просто. Знаешь, спустя месяц самоизоляции, полтора практически, ты знаешь, за какие ниточки берут. Семен про петинг знает все. Ну, мы не будем спорить с гуру, так вот, отвечай на вопрос, скажи честно. Какой вопрос был? Понятно. Ты сразу трекся на Семена. Ох, Давид, ну, мы говорили про Игоря Стравинского по большей части, что ты очень любишь. Нет, многие другие его произведения, но вот именно то, как мы играли с тобой до Кончертанте, да, Кончертанте, особенно одна из частей жира, которую, мне кажется, сыграть очень сложно. Но мы играли, играли. Мы играли, мы играли хорошо, но то ощущение, которое я ловил во время этой игры, оно не всегда было хорошим. Слушай, а еще вот... Слушай, написано криво. Ну, правда, написано криво. Ну, да. В любом случае. Напишено так, конечно, что он не старался. В этой пьесе что-то пошло, у него было плохое настроение, у Игоря очень плохо. Что-то пошло не так. Ну, это мягко, так сказать, смягчало, как мог. На самом деле, там не просто пошло не так, но я не стал цитировать. Там пошло все совсем по-другому сценарию, скажем так. Вот. Давид, а вот скажи, ты сегодня упомянуешь, что тебе очень нравится реклама. Что нравится? Реклама, реклама. А чем, чем она тебе так нравится? То есть, тебе нравится какой-то определенный тип рекламы, просто я тоже, на самом деле, фанат рекламного вообще бизнеса, и мне очень нравится красивая реклама, определенная направленность. Например, мне нравится очень шоквертайзинг, то есть шокирующая реклама. Или мне нравится социальная реклама, да? А у тебя вот есть какой-то жанр рекламы, который тебе нравится более всего? Слушай, я тебе более того скажу, я даже рекламе снимался однажды. Я этого не знала. Реклама чего? Реклама. Ну, не того, о чем ты подумала, реклама пикника. Можешь, такие конфетки были? Я не знаю, сейчас они есть или есть. Серьезно? Серьезно. Это было очень давно. Я снимался, знаешь, вместе с Гошей Ковалевым. Должна помнить его, он учился в ЦМШ, а потом уехал в Женево. Он альтист, да, помню. Да, 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 вот. И он, кстати, классный очень камерный музыкант, вот, и мы с ним как раз принимали участие. Сколько же тебе было лет? Головой трясли. Все это было очень спешно, забавно. Нет, рекламу очень люблю, отношусь классно, и я считаю, что даже вот, вот именно, как ты говоришь, как называется, short advertising? Нет, short advertising. Это очень круто, сейчас это очень популярно, именно какие-то, именно короткие, такие вирусные ролики, которые разлетаются, которые сделаны очень круто. То есть, в принципе, в моем понимании, заложить основную фундаментальную идею в такой маленький, небольшой, небольшое пространство времена. Это очень круто и прикольно. Особенно в формате Инстаграма, например. А скажи, пожалуйста, все-таки, мне кажется, делать контент на YouTube, конечно, гораздо сложнее. Там и другие, может, усилия, и направленность, и там вообще все круто. Инстаграм, конечно, скажи, пожалуйста, если бы я тебе предложила снять совместно рекламный ролик, ты бы согласился? С какого характера? Хорошего характера, достойного. С удовольствием, с удовольствием, с удовольствием, конечно. Потому что, мне кажется, что... У нас даже фотосессии не было, хотя давно нужно было ее сделать. Вот опять же, кстати, неправильное отношение к этому. В принципе, это должно быть, ну, не знаю, у каждого ансамбля, который играет вместе. А те фотографии, которые выкладываем мы, они постоянно где-то... У меня там своя фотосессия, у тебя своя. Слава богу, что они подходят все-таки по стилистике, да? Но все равно. Но это моя проблема, потому что ты предлагала много раз делать фотосессию, где-то я постоянно то у меня делал, то еще что-то тут. В общем... Ну, это было такое профессиональное мужское свитие, в принципе, на самом-то деле. Но сейчас-то уже что? Что грызть, как бы, понимаешь, что пить боржоми, когда почки отказали, да? И что, как бы, грызть уже локти и ногти, да? Это бесполезно абсолютно. Вот. Но, тем не менее, да, когда мы выйдем на волю, я думаю, что нужно это будет сделать и продолжить наш профессиональный путь. Вот. Нам тут пишут, что ТикТок, это ко мне на страничку. Ну, да. На самом деле, там ребята в начале самоизоляции сняли потрясающий этот ролик. Калини, да, Калини стоит зайти посмотреть. Нет, Элина с Кириллом, они там, конечно, жгли просто по черному, мы помним этот перформанс, это потрясающе. Кстати, то, что вот я упустила, к сожалению, как-то у меня выпало. Ну, присылай мне свои шмотки, я, короче, постараюсь сделать все, что в моих силах. Я тебе тоже подыщу какой-нибудь интересный планчик. Вот. Пойду гулять с собакой, предложу вас слушать. Ничего себе, вот это да. Семен продолжает быть в эфире. Слушай, вот мы продолжаем потихоньку. Скажи, пожалуйста, вот если не музыкант, ты как творческий человек, я знаю, что тебе очень нравятся изобразительные спуски, ходишь в галереи регулярно. Ну, это нормально. Это нечто читательное, это меня чем-то отличает. Ты выкладываешь свои задумчивые фотографии, как ты вот картиной, типа как бы сбоку тебя так снимают, так вот такая, легкий флер, значит. Это фотограф. Аристократичного духа. Да, понятно, понятно. Мы знаем всех твоих фотографов, все в порядке. В общем, вопрос такой, если уж не музыкант, какая другая творческая профессия вот идет следом прямо за музыкантом? Слушай, наверное, архитектор. Архитектор матрицы? Нет, нет, зачем? Мне всегда все это очень нравилось, все вот эти вот Мастанья, Гауди, все это очень прикольно. Не знаю, я жалею, что у меня нет такого образования, хотя, конечно, получить вместе, учиться в консерватории и учиться в Строгановке, например, мне кажется, что это вообще не важно. Либо одному, либо другому ты уделяешь все свое время. А? Любимое здание в Москве? Слушай, я не очень люблю Москву. Не в Москве. Чтобы сейчас взять, сказать, так и там, любимое здание, то, что мне нравится. Вот в Петербурге я много чего люблю. Мне все нравится. Ну, в Питере что? Мне очень нравится Барселона. Вот именно если говорится архитектура. Чего? Кому же не нравится Барса, естественно. С архитектурной точки зрения, да, как она сделана, как ее строили, как ее возводили. Питер. Роскошный город. Настоящий русский город, который просто пропитан и архитектурой, и историей, и традициями это чувствуется. В Москве этого нет. В Москве это мегаполис. Огромный, мультикультурный, большой город. Совсем интересный проблемный, депрессивный везде. А вот, кстати говоря, я знаю, что у тебя в Москве любимый район, это, собственно, район патриарших прудов. А есть? Вводится, вводится такой грешок. Ну, это естественно, потому что, во-первых, это красивейшая часть центра, но и к тому же там очень близко. Тем более булгаковские места, а булгаков — это один из моих любимых писателей. Да, но к тому же это очень близко к консерватории, это такое место свиданий, место прогулок как раз молодых таких парочек и так далее, и так далее. Там очень хорошо... Я очень люблю кофе пить там. Там есть несколько мест, правда, судя по всему, они с такой легкостью сейчас закрываются, но там действительно реально вкусный кофе, сама атмосфера такая, ну, прикольная. Там хорошо, особенно летом, когда тепло. Давид, а вот твоя любимая кухня итальянская или нет? Конечно. Конечно. Все итальянское я очень люблю. Я говорю, я очень жалею, что я родился не там. Все, что есть в Италии, я настолько английско, настолько это все люблю. Неважно, говорим мы там про футбол, про кухню, про кофе, про архитектуру, про культуру, про музыку, неважно. Я обожаю Италию. А как ты относишься к итальянским машинам? Феррари или Ларбергини? Фиат. Фиат. 10 баллов. Нет, серьезно, итальянские машины, как дети? Нет, очень хорошо, конечно, но как можно иначе относиться? Это же тоже искусство. Да, вот Ирина открывает все твои секреты и пишет, что Давид всех девушек знакомит с Патриками. Бывает такое. Нет, там действительно красивое, хорошее место, которое наталкивает на какую-то определенную философию. Давид, ты знаешь, смотри как, все больше и больше людей знают о твоих потайных скелетах в шкафу. А почему потайные? Нет, я ничего не скрываю. Понятно. Ну, скажи честно, ты замучился со мной сидеть в онлайне или тебе интересно? я считаю, что вообще, сколько мы выступили в онлайне уже почти полтора часа, время вообще прилетело очень быстро. Да? Но ты, слушай, по количеству людей, которые смотрят, в принципе, это меньше-то не стало особо, да. Да. Слушай, а вот какое-то по счету у тебя онлайн? Я уже сбилась со счету со мной. С тобой? Слушай, наверное, ну, такой масштабный первый, а вообще четвертый, пятый. Ага. А подожди, а кто-нибудь... А ты ходил еще в гости вот в онлайне сейчас за это время к кому-нибудь или еще пока нет? Должен буду, пока ни у кого не было. То есть это такой твой первый крупный перформанс? Да. По большому счету первый. Это круто, это круто, это очень круто. Слушай, Давид, а вот смотри, в связи с тем, что сейчас у нас происходит вообще вот в этой вот онлайн-действительности, у тебя не было желания вот тоже принять участие в этом флешмобе с Ютубом, с этими подписончиками, со всеми вот этими делами? Ну, есть, но есть, было желание, но, к сожалению, у меня очень он не оформлен, и надо разбираться с записями и все это выкладывать. Я, честно говоря, к своему стыду, несмотря на то, что я все это знаю и все об этом говорил, я Ютубом занимался крайне мало своей жизнью. Надо заниматься больше. Но сейчас опять же время, когда все это можно сделать. Да, да, и продолжая эту тему, знаешь, вот я уже просто миллион раз от тебя это слышала, и мне кажется, сейчас это тоже самое время задать вопрос. Может быть, самое время все-таки запустить какой-то свой влог? У тебя такое потрясающее чувство юмора. Тебя просто заслушиваешься местами? Местами. Ключевое место. Нет, на самом деле, я к этому отношусь положительно. Все гораздо проще, чем тебе кажется. Нужно просто телефон поменять после карантина и тогда уже заниматься этим. Потому что, как ты видишь по качеству изображения, с таким изображением, конечно, далеко не видишь. Но учитывая то, как сейчас снимают блоги. Нет, я понимаю, да, ты, наверное, в этом прав, но какой-то вообще сценарий, какая-то канва, вот это вот онлайн-путешествие с тобой по твоему влогу у тебя уже созрело в голове? То есть ты знаешь, какая-то будет тематика, какой-то будет жанр? Нет, я думаю, что в любом случае, так или иначе, это будет связано с музыкой. Ну, естественно. Может быть, тоже такой элемент лайфстайла, но музыка, конечно, на первом месте. То есть то, что меня окружает, то, что интересно мне. Потому что все же зависит от подачи. Можно снять это так, что это будет интересно не только мне, возможно, кому-то другому. Слушай, это очень интересно. А вот скажи, у нас в последнее время открываются какие-то все новые и новые таланты во время самоизоляции. Вот как у тебя отношения с эпистолярным жанром? То есть, допустим, поэзия или проза. Ты был замечен в рядах людей, которые, ну вот, друзья, стали... Слушай, я тебе рассказывал про это, и ты сейчас просто вот такой вопрос задаешь. Я просто не помню. Я такой вопрос задаю. Слушай, мне уже на протяжении долгого времени многие люди реально говорят о том, что мне стоит попробовать записать стихи и их укладывать. Без шуток. Вот просто вот. Я думаю, ты много знаешь таких людей. Вот, например, есть такой очень известный парень Антон Лаврентьев. Классно очень записывает, но у него реально круто это получается. Прикольно. Я вот смотрю, мне порой просто, знаешь, до мурашек. Не знаю, пока не пробовал, но мне это интересно. Другое дело, как это совместить с музыкой, насколько это будет актуально и, зная некие нюансы моей профессии, да, моей работы, насколько это все-таки будет сочетаться, не знаю. Но, в принципе, я к этому отношусь положительно в любом случае. Я не считаю в этом ничего такого, знаешь, у меня какого-то пренебрежительного отношения к этому нет точно. Я уважаю это. А вот элемент, допустим, реалити-шоу вот как бы в жизни артиста, как ты считаешь, это привлекательная опция или нет? То есть представить, что, ну, не 24 часа, конечно, в сутки, но какое-то определенное количество, ну, как снимать реалити-шоу, только я не имею в виду низкоскопки. Слушай, а почему нет? Очень нормально отношусь. Ты бы... Слушай, я вообще предлагаю нам с тобой, когда мы с тобой поедем в Италию, взять с собой GoPro и снимать все, что будет с нами происходить. Контент будет потрясающий. Для тебя просто... Я тебе предлагаю... Я хорошо, я с тобой согласна, полностью согласна, но я тебе предлагаю даже более простой сценарий. Как только мы выйдем на улицу, я предлагаю взять с собой хороший телефон. Нет, я предлагаю тебе просто сесть в метро. Начнем с простого. И снять прямо там уже артистический ролик а-ля лайфстайл. Понимаешь, такое? Почему нет? Ну, слушай, Алис, ты, конечно, смеешься, все это обращаешь в шутку, но это... Я считаю, что это реально было бы смешно и прикольно. По-видимому, люди бы смотрели бы и мне кажется, что мы бы веселили бы их на ура. Ты знаешь, тебе просто кажется, уже зная меня, что я все обращаю в шутку, на самом деле нет, у меня просто такое выражение лица, ничего не могу с собой поделать, что есть, то есть, как говорится, вот, и с этим работаем. На самом деле, я поддерживаю твои идеи, мне нравится, когда весело, и когда это весело с умом, на самом деле, да, потому что если это как-то сделано по-дурному, это сразу и качество не очень, как-то, ну, люди не оценят, да, если они в таком принимать участие, не хочется. Слушай, ну, ты вначале самоизоляции все жаловался, что у тебя, в принципе, очень такой полезный, узорный рацион. Ты научился побольше готовить вещей, пока ты там дома? Нет. Нет, то есть у тебя готовят другие люди? Готовлю. Нет, нет, почему? Готовлю все самое простое. Куриные грудки варю, гречка, речевица, паста, индейка. Ну, скучно. Скучно, но помогает быть в хорошей форме. А для меня это всегда было важно. Хорошо. А вот какие-то новые привычки, вот такие вот лайфхаки, которые относятся к повседневной, ну, теперешней, да, жизни, которая, ну, затянулась сейчас, честно говоря. Что вот такого для тебя является источником вдохновения и вообще, ну, стало таким каждодневным обрядом, скажем так, для тебя сейчас? Новым или не новым? Сложный вопрос. Конечно, не все, как сложно. Я стал бегать. Я стал бегать каждый день. Такого раньше не было никогда. Я не особо любил бегать, сейчас я бегаю каждый день. Что еще такого нового произошло? Алис, поскорее бы все закончилось? Вот искать в этом что-то новое сложно. Правда. Это абсолютно не мой образ жизни. И даже если я хочу что-то найти новое, это сделать сложно. Хочется поскорее. Я очень много попробовала новых вещей. Мне кажется, что это заставляет держаться как-то на плаву. И, знаешь, вот многие жалуются, что именно тяжело не столько физически, сколько морально. Да, конечно. Я как бы соглашусь наполовину, мне кажется. Вот мне лично не хватает именно прогулок, да, как таковых. То есть, конечно, не хочется попасть ни на какие штрафы, не дай бог, там, и еще что-то такое, да. То есть, конечно, выходишь, ну, только, так сказать, по назначению, туда и обратно. Вот. Ну, в силу ситуации. Слушай, ну, в Красногорске проще, кстати. В Красногорске я могу, собственно, и спортом заниматься, и выйти там прогуляться. В принципе, никаких проблем нет. То есть, в Москве, я знаю, что в Москве действительно останавливают, штрафуют, и особенно в центре. У нас такого нет, слава богу, и... Но, ты знаешь, вот та тишина, которая есть, все равно. Вот у меня, например, я живу около леса. То есть, у меня с утра до вечера поют птицы. Я постоянно встречаю ежей, уток. А утки бедных никто не кормит. Там же несколько прудиков есть, и они привыкли, что люди приходят к кормят, а людей нет. Вот они уже прибегают уже по мусоркам, снуют туда-сюда, пытаются найти хоть какую-то еду. Я даже иногда подкармливал. Так было жалко. Ну, потому что, ну, видно, что они хотят есть. Потому что то поведение, которое у них сейчас, оно просто, ну, ненормальное. Так не должно быть. Я понимаю, да. Слушай, Давид, ну, если вот ты, как бы так ждешь окончания всего этого, поверь, мы тоже все очень сильно ждем. Ну, очевидно, раз у тебя так, ну, особо не появилось никаких новых именно привычек, и ты особо как бы не находишь кайфа в сложившейся ситуации, хотя приходится просто, да, как-то себя занимать чем-то. Вероятно, ты очень много всего вспоминаешь, там, не знаю, пересматриваешь архивы. Вот какое самое главное воспоминание, или, наверное, оно не одно, их несколько, это целый букет воспоминаний, что чаще всего тебе приходит сейчас в голову, вот что тебя греет, что тебя вдохновляет, чтобы все-таки как бы присутствие духа оставалось. Слушай, сейчас меня вдохновляет на самом деле хорошее кино. Ну, ты знаешь, как это не печально, вот сколько мы на карантине, больше месяца уже, да? Да уже больше, конечно. Уже больше месяца, и вот сейчас я понимаю, что уже даже, в принципе, и это меня уже перестало вдохновлять. то есть это все стало какой-то такой рутиной, и что, ну, в общем, как-то надо, конечно, надеяться, что все это поскорее закончится. А какие вот фильмы все-таки ты посмотрела, и тебе они, ну, ты, по крайней мере, не потерял время, тебе это запомнило. Я бы на самом деле посмотрел эти фильмы, которые я не видел, новые, это Джокер, Джентльмены, вот это вся вот Голливудское кино, ну, и, конечно, то, что я очень люблю, это автоскальпинг. Я смотрел Куполу, это Апокалипсис сегодня, роскошное абсолютно кино. Вот, потом я смотрел Альмадора, Болеслава, но это новый фильм. Он был снят в прошлом году, и там тоже такая история очень творческая, тоже есть какие-то такие моменты, которые не близки. Посмотри, я думаю, что тебе понравится. Альмадора? Альмадор, Болеслава. 19-й год, в роли режиссера играет Бандерас. Это очень личное кино для Альмадора, потому что, по большому счету, он снимает фильм про себя. Со всеми, конечно, вытекающими последствиями. Я помню, что Альмадора я смотрела только «Разомкнутые объятия». Вот это вот мне кино запомнилось. Ну, у него фильмы в хорошем смысле слова токсичные. То есть, если ты их смотришь, то у тебя это откладывается в памяти. То есть, это не конвейер, это не Голливуд, то это действительно большое авторское кино. Я, кстати, посмотрела новый фильм, относительно новый фильм Вуди Алина, который называется «Дождливый день в Нью-Йорке». Прикольно, я смотрел. Да, он такой как... Приколь, легкий. Легкий, как, в принципе, все в Вуди Алине. Такая, знаешь, легкая зарисовка. Импрессионист. Причем этот фильм ужасно раскритиковали, сказав, что типа фу-фу-фу, как банально, отвратительно. Я должна вам сказать, что, блин, люди, вы не умеете наслаждаться простыми вещами. Просто, да, простые, милые, да. Потому что у него все картины, на самом деле, они очень жизненные. То есть это обыкновенные жизненные ситуации. Просто вот эта вот история, которая там изображена, ну да, да, вот все так и есть. Так оно и бывает. Да, так оно и бывает. Это, как знаешь, я помню, тоже недавно смотрел, не знаю, почему я его не смотрел раньше, «Римские каникулы», тоже фильм Вуди Алина. Ой, хороший, отличный фильм. Классно, такой легкий, положительный. а «Светская жизнь», да? Ну нет, ну это классика. Это классика. Конечно, конечно, конечно. Нет, кстати, вот у него, подожди, мы еще с тобой тогда обсуждали, что фильм Вуди Алина, это «Матчпоинт», конечно же. Матчпоинт, конечно. Сумасшедший фильм, очень крутой. Потом «Полночь в Париже». Конечно. Роскошно. Просто променяем местами. «Магия лунного света». Очень странный, как бы, фильм, он крутой. Помнишь? «Магия лунного света» с Колином Фёртом. Вот, кстати, не смотрел. Посмотри, безумно, вообще, отличное кино. Оно настолько, ну как бы, он даже выделяет. Слушай, надо посмотреть. «Тихи Кристина Барселона». Слушай, ну я вот недавно смотрел, мне очень понравилось. Да, ну, понимаешь, мне в его фильмах что нравится. Помимо вот легкой содержания, да, вот какая-то такая история, музыка. Я все очень это улюблю. Итальянские, французские, шансон, и вот это все, вот обрамление, сопровождение. Клево. Мне нравится. То есть, если ты хочешь действительно душой, так вот посмотреть, не задумываться о чем-то глубоком, серьезном, а просто знаешь, вот как вот ветер. Ветер, воздух, море, вот это вот все такое простое, интересное. Но его фильмы дают вот эту вот энергетику. А ты смотрел «Сарантино. Молодость. И великую красоту». Слышал, не смотрел. Давид, посмотри. Посмотри, значит, «Молодость» называется фильм и «Великая красота». Ну, два разных фильма. Но режиссер один и тот же, «Сарантино». И это потрясающе. «Сарантино», по-моему, снял этот, сериал про папу, да? Да, 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 да. Я сериалы не смотрю, честно говоря. Боюсь, что мне все это понравится, начну смотреть. Ты знаешь, я тоже не смотрела. Все студенты мне уже посоветовали посмотреть «Молодого папу». Видимо, все-таки придется, потому что, ну, говорят, что-то гениальное, совершенно потрясающее. Надо сделать исключение. Там Джудлоу, по-моему, играет, да? Да. Да, играет Джудлоу. Кстати, ты знаешь, вот ты сейчас так говорил, что, типа, ты там не подсаживаешься на сериалы и, типа, так хорошо отзывался о Вуди Алене, что я даже в какой-то момент вешеным делом подумала, а я что-то тоже теперь уже сериал запилила. Интересно, а вот меня легко смотреть с моими героями или нет? Как ты считаешь? Я думаю, что легко. Я думаю, легко, потому что, потому что они разные. Ага. У каждого есть свое я, свой характер, свой какой-то некий образ, неповторимый абсолютно, да? Я думаю, что интересно, конечно. Я просто тоже, ты вначале в онлайне показал нам «Оскар», и я подумала, может быть, тоже я получу когда-нибудь «Оскар». Пока за роль, которую я не сыграл, которую, возможно, я сыграю. Обалдеть. Конечно, классная штука. Я в своей жизни тоже держала такого «Оскар». Ты знаешь, за что я получил? Это правда, я получил такую статуэтку. За что? Я играл в спектакле очень давно, лет 15 назад, наверное, и вот подарили мне вот такую статуэтку за роль слепого музыканта. Хорошо, хоть не глухого. Да. Ой, Давид, ты знаешь, у тебя на самом деле жизнь полна просто каких-то противоречий, и это что-то невероятное. Но ты все-таки мне ответил на вопрос, какие из воспоминаний сейчас берут верх над тобой? О чем ты думаешь? Кого ты вспоминаешь? Какие моменты в своей жизни ты вспоминаешь? Вот сейчас в основном, как это печально не прозвучит, я думаю больше всего о тех ошибках, которые я совершал. Ого. Я тебе скажу честно, я об этом думаю сейчас больше всего. Есть немало вещей, о которых я жалею, к сожалению. И поэтому сейчас, особенно когда времени стало немножко побольше, и сама атмосфера на тебе вынуждает наверное чуть больше думать о таких вещах, я прихожу к выводу, что конечно какие-то ситуации нужно было, не нужно было вести себя так эмоционально. Как ты иногда говоришь, что иногда мне не хватает здорового рациона. Это правда. Это правда. Так, дорогие друзья, вы не думайте, я на самом деле не такая категоричная, я говорю не совсем этими. Нет, Алис абсолютно права. Действительно, в силу своего характера, эмоциональности, действительно, темперамента, да, действительно какие-то решения в жизни я зачастую принимаю импульсивно. Они, конечно, нередко правильные, но бывает, когда стоит думать чуточку дольше. Но это касается, как бы, я просто не хочу тебе... Не только, не только, не только этого, не только этого. Это касается каких-то профессиональных моментов. Все-таки, поэтому, это не только какой-то, не какая-то личная фабула, масса всего. Ну, хорошо, я тебя спрошу прямо. Какие поездки? Ты очень много путешествовал в своей жизни. Какие тебе вот сейчас вспоминают? Я, кстати, пересмотрела свой архив. Вот, кстати, я как раз об этом вспоминал буквально недавно, тоже я много с ними общаюсь по этому поводу. Я был в 20 странах, я даже сосчитал. Невероятно, молодец. То есть я прям... Нет, это не так много, я думаю, что есть люди, которые были гораздо в рабочих странах. Слушай, у меня была абсолютно удивительная поездка в Сингапур. Абсолютно. Просто потрясающе. И люди, и музыка, и место, и природа. Как там было, Алиса, это просто не передать. Это просто было волшебство. И страшно подумать, что это было как будто бы совсем недавно. Это было в конце октября. А сейчас уже май, и жизнь абсолютно поменялась. Но там действительно удивительно. Вот я даже... Опять же, смех и грех, но буквально позавчера я написал одному человечку, чтобы он мне прислал фотки оттуда, чтобы выложить сегодня. Как раз из Сингапура. Потому что, ну, это невероятная культура. И та энергетика, которая есть там, которая живет там. Слушай, ну, я давно такого не чувствовал. Там было реально здорово. Реально здорово. Ты знаешь, я не была в Сингапуре, но все, кто были из моих друзей, вот включая тебя, потому что, поверьте, дорогие друзья, в октябре я слышала массу впечатлений. Слушай, ну, у меня даже подруга там, одноклассница моя, живет в Сингапуре. так что у меня как бы с Сингапуром вообще прямой канал. И, кстати говоря, может быть, в ближайшее время в онлайне появится и она. Посмотрим, там будут продвигаться наши делишки. Вот, извини, перебью тебя. Вот Элина пишет, мы когда-то с ней вместе, с Элиной вместе, ну, мы с Элиной вместе учились в консерватории. Мы когда-то вместе летали тоже в удивительную поездку. Я думаю, что мало кто даже знает такое место. Королевство Бруней. Это тоже в Юго-Восточной Азии удивительное место. Оно, возможно, не такое яркое и колоритное, как Сингапур, но, конечно, свой такой колорит там тоже есть. Нельзя носить желтый цвет, желтый цвет, например, потому что желтый цвет носит султан. Если ты его носишь, соответственно, это воспринимается как неуважение к султану. В общем, классно. Классно. Невероятно. Слушай, Давид, я еще, знаешь, что я поняла? А среди поездок, допустим, ну, ну, давай так, давай вообще за весь период не будем ограничиваться на чем-то. Ой, камера перевернулась. Вижу, вижу сейчас. Упс. Вот давай еще. Сингапур мы поняли. Еще. Ну, слушай, на самом деле, сейчас смотрю очень много про путешествий. Я даже наметил себе какие-то странные, где бы я хотел побывать, которых не было. Я хочу очень поехать в Малайзию. В Малайзию, на Бали. Сказочная. Да, потом, я бы очень хотел побывать в Флоренции. Я там ни разу не был. Вот, при всей моей любви к Италии там никогда не было. Ты знаешь, если ты говоришь, это и мой грешок. Я много раз была в Италии, но в Флоренции я не была. И с удовольствием. Санта-Мария, Дельфьоро, Господи. Жалко там нет. Нет там, да. А было. Было. А было. А было. Жалко. Я бы с удовольствием туда поехал именно не просто погулять и выступить. Город феноменальный. То, что я видел, смотрел. Давид, но мы с тобой просто погулять и выступить никуда не ездим. У нас либо перформанс, это то, что ты говоришь, погулять и выступить, а либо что-то очень многоуровневое, скажем так, погулять и выступить. Вот у тебя формулировочки. Ну, слушай, на самом деле, мы говорим про путешествия. Я вот, например, не помню, когда последний раз я куда-то ездил без скрипки. Я просто этого не помню. Это было, наверное, в глубоком детстве. А ты сожалеешь, кстати говоря, о том, что ты уделял отдыху не всегда должное вообще место в своей жизни. Ну, почему в детстве? В детстве, слушай, я, честно говоря, не знаю, мы говорили об этом не так уж и много, но уже даже в садательном возрасте, с тех пор, как мы знакомы, ну, извини, 13 лет прошло, да, то есть мы с 17 лет в общем знакомы. Да, с 17. И, собственно, вот с этого момента вот у тебя, по-моему, даже и не было таких поездок, которые, да, вот именно отдых. Вот сожалеешь ли ты о том, что ты уделял внимание поему отдыху и досугу, вот может быть с кем-то, то есть я не знаю, там, со второй половинкой, там, с друзьями, да с кем угодно. Вот у тебя есть такое сожаление? Или как бы об этом ты вообще, ну, так, не думаешь? Слушай, да, абсолютно нет. Я вспоминаю, у меня была масса поездок, и даже если это были поездки с концертами или какие-то мастер-классы, фестиваля, блин, было круто. Новые места, ты встречаешься с другими людьми, ты занимаешься сюжетом, было здорово, мне слепка никогда не мешала. Вот даже вспоминаю свои действия, многих там заставляли или что-то еще. Да, я занимался много, и мне повезло, что, наверное, меня воспитывали правильно, отчитывая то, что я с детства любил, как-нибудь там, футбол, зимой в хоккей, у меня был двор, какие-то пацаны, ребята. То есть, ну, вот это вот, чего, к сожалению, у многих нет сейчас. Да и тогда было не у многих все-таки, да, тогда все-таки многие жили, слово «многие» говорят слишком часто, тогда как-то ребята жили все именно в музыке, это все здорово и круто, но когда вот нет ничего более, ничего кроме, я считаю, что это не совсем хорошо. А у меня детство было классно, хотя я занимался много, я занимался гораздо больше, чем сейчас. То есть, я помню, мы с папой занимались и по 6 часов, и по 7, и по 8 в детстве, и у меня не было ощущения, что это вот все через какой-то боль, через какое-то насилие. Нет. Да, не всегда хотелось, но отец всегда придумал какие-то игры или способы, да, чтобы меня заинтересовать. Как я говорил в фильме, максимально только обидное было то, когда вот ребята, мои друзья, проходили мимо моего дома, а чудачно находится классная футбольная площадка. У меня есть с того классный мяч, потому что я много ездил, ну и покупал себе хорошие мячики на заработанный день. Первый. Вот. Я всегда им мячик выбрасывал с четвертого этажа. Для меня это было, конечно, очень обидно. Мы на этом все. А то, что касается скрипки с собой, да никогда, мне скрипка никогда не мешала. Я люблю то, что я делаю. Самое главное. Нет, ну слушай, ты же как бы пристал к тому, что я сакцентировала внимание, что это было не по работе, не по карьере, а как бы на каких-то личных фронтах. Я просто поинтересовалась. Мне было действительно любопытно. Нет, просто в силу специфики работы так получалось, как правило, всегда. Самые крупные международные конкурсы, они проходят в сентябре. Как правило. Ну я знаю, ты можешь мне не рассказывать. У меня такая же жизнь была все это время. сентябрь или октябрь, редко, но август, очень редко июнь или июль, или май, как правило. Нет, это июнь часто, да, часто, но осень, это, конечно, вообще бессмерт. Ну июнь есть, но как правило осень. Вот все равно, как правило осень, поэтому тоже как бы понять можно, потому что лето это такой цикл, когда ты можешь действительно, чтобы тебе ничего не мешало, классно подготовиться к выступлению, качественно сыграть, выиграть, а может быть не выиграть, но тем не менее, быть по-настоящему готовым. Хотя мне, вот по моим ощущениям, я помню нашу с собой историю, для меня готовиться зимой всегда было гораздо комфортнее, гораздо комфортнее, чем летом, вот перебиваться, по этой жаре много заниматься, это как-то осложняет, зимой все было как-то проще, но таких, к сожалению, конкурсов было крайне мало. Я вот, например, вспоминаю только один, больше не помню, потому что Италия два раза у меня была в сентябре, Румыния была в сентябре, Астана была в октябре, Австрия была в августе, то есть все было как будто там, вот там, осенью, ближе к осени. Да, ну, у нас с тобой вообще с любой стороны история исключительная, с какой-то стороны не посмотри. Ну, да, это нормальный график, теперь, правда, непонятно, что будет из того, что вообще было запланировано, вот, хотелось бы, конечно, побыстрее вернуться к этой концертной деятельности. Вот не хватает, да, вот этого драйва, не хватает какого-то такой вкусного духа. Может быть, опять же, неверное сравнение, но это как, знаешь, как, наверное, наркотик. Да, наркотик совершенно верный, почему же неправильное сравнение? Ну, опять же, мне об этом сложно говорить, потому что у меня не было опыта, да, применения этих средств. Мы, кстати, выступаем против наркотик. Так вот, и, в общем, если ты это попробовал, вот именно, вот, ощущение сцены, то это ощущение с тобой навсегда. Если ты артист, если ты музыкант, если ты не просто ремесленник, который выходит, играет, для него это работа. Для меня музыка никогда не была работа. Мне когда вот задают вопрос, а кем ты работаешь, да мне даже ответить сложное. Вот кем я работаю? Я не работаю. Я считаю, что я не работаю. Хотя это колоссальный труд, это многочасовые занятия, репетиции, это волнение, это вот антураж, предвкушение концерта, это колоссальная работа, гиперответственная. Но для меня это не работа. Я получаю до этого удовольствие. Для меня это смысл жизни, как и для тебя. Да нет, это все правильно. Я договорю, у меня просто доводится второе дыхание. Как, знаешь, во время бега ты уже думал, что ты уже пробежал, а ты понимаешь, что у тебя есть сила дистанцию закончить. Вот. И, слушай, старость, я забыл, о чем я говорю. Так вот, и я знаю, что для тебя, я знаю, что для тебя тоже это удовольствие. Ты тоже для этого живешь. И вот сейчас, когда мы оказались в такой ситуации, когда нет, ну, абсолютно ничего, просто абсолютно ничего, ты еще больше понимаешь, как этого тебе не хватает. Вот правда. Вот мне вот очень, я чувствую себя просто вот, чтобы пустым. Ну, как будто, просто, знаешь, часть меня отрезали. И вот мне нужна левая нога, ее нигде нет. И вот плохо без нее. Действительно, ну, это наркотик. Если ты это пробуешь, то это с тобой навсегда. И причем, я же говорю не о том, что ты обязательно для этого должен быть солистом или камерной музыкой. Нет, ты можешь играть с закудалом оркестром, таким маленьким-маленьким, кровочным, провинциальным. И это говоришь ты? Не верю. О, Господи. Я, к сожалению, не такой. Это правда. Вот именно. Да, но просто, если для тебя это смысл жизни, правда смысл жизни, ты этим живешь, то, вне зависимости от того, что ты делаешь, в каком амплуа, ты всегда будешь счастлив. По крайней мере, я уверен, что это тоже. Мы оба встречали людей, которые работали в маленьких школах, провинциальных оркестрах. Я думаю, что даже ты понимаешь, о ком я говорю. Но нет, нет, не про него. Но при всем при этом люди были на своем месте. И это очень важно. И даже для меня, вот я вот вспоминаю, когда я учился в консерватории, я, конечно, всегда был заложен на своих амбиций, но для меня всегда было важно понять, что я на своем месте. И что те решения, которые я принимаю, вот в будущем, я не буду заникается. Действительно, все было правильно. Вот те усилия, которые были сделаны, репетиции, количество проведенных часов. Для меня это жизненно важно. И как я уже много-много-много раз и тебе говорил, и всем уже говорил, что для меня действительно личное счастье зависит от того, насколько я реализован в том, что я делаю. Вот и все. Просто хочешь сказать браво? Нет, Давид, ты знаешь, на самом деле... Причем я думал, причем я думал, я думаю, что тебя опять перебил. Я думал, что с годами вот это вот состояние, да, вот эта амбициозность, не целеустремленность, амбициозность, вот этот вот голод, да, он будет проходить. Я очень рад, что он мне проходит. Я чувствую в себе силы идти все дальше, 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 дальше становиться лучше, развиваться, а не почивать на лаврах. Не могу по-другому. Я думаю, что во многом это потому, что с детства я очень любил спорт, всегда им занимался, а вот это такое спортивное качество, да, это вот бойцовские качества, желание быть первым, лучшим, стремиться к чему-то. Я рад, что это есть. С этим жить, конечно, сложно, сложно, потому что сложно быть счастливым, потому что тебе всего мало, ты хочешь больше, 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 но это очень интересно. Я рад, что у меня это есть. Ну ты прям вообще сегодня, слушай, как никогда, вообще, прям браво, действительно. Ну ты же попросила, уныла не молчать, приходится. Нет, ну ты молодец, потому что, во-первых, ты правильные вещи говоришь, абсолютно правильные, и ты знаешь, когда задают вопрос насчет профессии, да, мне просто хотелось тебе сказать, что ответ-то есть, на самом деле. Как вот это вот все, что ты описал, свернуть в профессию, ну невозможно, кажется, да, но это прям называется свободный художник, то есть свободный артист, это действительно тот статус, который мы получаем, да, при выпуске из консерватории, ни для кого это не секрет, но что стоит за этим понятием, да, какая-то работа, и какая-то работа, прежде всего, над собой ежедневная, это ежедневный труд, работа плохое слово, труд. Это да, это знаешь, не каждый, я абсолютно согласна с тобой, да, слово работа от слова раб, естественно, плохое слово работа, а слово труд, это слово уважаемое, потому что, если, так сказать, погрузиться вообще вот в эту вот фонетику и самое главное значение этих слов, то да, потому что семантика, она очень сейчас приобретает особое значение, ведь мы, по сути, да, ну, не считая того, что мы не выпускаем из рук, там, телефоны, мы общаемся, да, в общем-то, мы молчим, то есть когда, ну, мы находимся, вот я, допустим, живу сейчас сама, да, и, соответственно, вот я провожу, ну, львиную долю времени в молчании, то есть для меня, конечно, это полезно, наверное, с одной стороны, с другой стороны, я стала по-другому относиться к словам вообще, которые я произношу, то есть для меня все сейчас приобрело несколько иной смысл, поэтому я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, правда, и я могу, я не понимаю, мы с тобой вместе бы не играли. Нет, Давид, ты знаешь, вот просто когда мы общались в реальности, да, как бы, и когда не было этого этапа, ну, многие вещи, они вот уже идут по накатанной, то есть потому что очень, безумный абсолютно ритм, да, и этот движ, то есть ты даже не можешь, ну, остановиться и обратить на что-то свое пристальное внимание. ты много раз мог это за мной замечать, потому что приходилось заниматься реально таким вот мультитастом, когда из одной руки что-то, ты жонглируешь, да, ты как бы подкидываешь одно, ловишь другой рукой другой, а здесь с третьей стороны еще что-то летит, и вот я постоянно отражаю эти удары. Russian clowns. Ну, Russian clowns, конечно, да, присутствуют в нашей биографии, вот, но тем не менее, у меня же, знаешь, у меня же вопросы не заканчиваются, ты все интереснее и интереснее начинаешь с мной разговаривать. Аиса, я просто оборотень. Ну, это, это тебе виднее, скажем так, я ставлю право выбора, раз ты говоришь, что ты оборотень, я просто хевну, и скажу, ну ок. Вот, ты знаешь, есть еще одна такая ниша, которая совершенно, совершенно, практически неизведана нашими артистами, это саунд дизайн, то есть создание, то есть самой атмосферы в местах, которые тебе так нравятся, типа кафе, там, типа, не знаю, там ресторанов, там, всяких магазинов. Вот смотри, тебе вообще близка такая тоже опция, например, выдумывать такого рода музыку, потому что, честно говоря, как композитор, едва ли помню твои перформансы, вряд ли ты и реализовался как-то, но вот как саунд дизайнер, как человек, который разбирается, у тебя должно быть хорошее чувство стиля и вкус, ты должен разбираться в моде, а у тебя, у тебя все это есть. Слушай, не знаю, я считаю, я считаю, что ты мне льстишь. Я считаю, что я в ребяте пока готов к тому, чтобы все это пока делать. Хотя мне это интересно. Я совершенно не занимаюсь тем, чтобы льстить кому-то, нет такой цели, но просто действительно, если так даже посмотреть на тебя невооруженным глазом, вот, ну, не знаю я тебя предположить, да, то, как, например, ты подбираешь какие-то свои там аксессуары, то, на чем ты делаешь акцент, это же всегда очень стильно. Мы даже с тобой часто об этом говорили. У меня просто есть, мне очень приятно это слышать, у меня просто, я надеюсь, что есть чувство стиля. У тебя оно есть. Да, именно поэтому я подумала, Для меня это важно. Ну, смотри, это твоя сильная сторона, скажу тебе так. У тебя есть чувство стиля, ты знаешь, как себя нести, да, ты знаешь, как правильно выглядеть, и это все действительно читается, да, в тебе. А вот на другой чаше весов находится музыка, ты музыкант, ты скрипач. И вот, как бы, если это объединить, да, вот, твои музыкальные умения и твое чувство стиля, то получается нечто такое, что действительно может быть обличено в том числе и в саунд-дизайн. Просто сейчас это очень интересная тема, это тебе как пища для ума, может быть, тебе захочется просто повыгнуть, посмотреть. Существует масса очень понятных программ с интуитивным интерфейсом, то есть это можно делать, например, с компьютера, да, потому что ты, вот, уже как бы, сказал, отставит меня с этим влогом-блогом из-за телефона, но вот есть вещи, которые можно через ноут изучить и посмотреть. И мне кажется, что вообще теоретически для тебя это может быть интересно. Ты с этим не сталкивался ранее? Никогда. Никогда. Я, честно говоря, слава представляет, что это такое, но надо попробовать. Я тебе объясню в двух предложениях. Вот помнишь, где-то, наверное, на курсе, на каком, на втором, наверное, был у нас такой предмет, замечательная история музыки. Вот. И когда мы проходили импрессионистов, нам говорили о таком человеке, как Эрик Степти. Извини, а у кого ты, кстати, училась? У Людмилы Михайловны Кокаревой, не у Гордина, которую вы здесь. Я, Гордину, да, вы уже вспомянули, но я знаю о Гордину. Меня чуть не отчислили. Я знаю. Я сдал с четвертого, или с какого-то Элина должна, потому что мы сдавали вместе, перездавали. Ну, рассказывай, извините, перебила? Не-не, В общем, был такой персонаж, точнее, очень грамотный человек, Эрик Сати, который был основоположником админировочной музыки. Да, этот человек, это просто потрясающе, это бог маркетинга, просто один из первых в нашей музыке. Почему? Потому что он придумал музыку, которая как бы стала фоном, такими музыкальными обоями, да, и, в общем, саунд-дизайн полностью вышел из этого течения. То есть, идея Эрика Сати была в том, что можно создавать с помощью музыки не просто вот музыку как самоцель, да, как отдельный вид искусства, а музыка как облако, как атмосфера, как флёр, как надежда, как впечатление, ну, то есть, как что-то неуловимое. И музыкальный дизайн, то саунд-дизайн, это сейчас то, к чему мы пришли вот на дизайновочной музыке уже в 21 веке. То есть, есть такая опция в маркетинге, как мерчендайзинг, когда отсоздают атмосферу с помощью запахов, с помощью того, как раскладываются всякие предметы. Да, то есть, вот эта вот картинка и вся вот эта атмосфера, которая заставляет человека покупать, приобретать эти продукты, эти товары. Так вот, саунд-дизайн, он бывает и в таком вот виде, и это, кстати, очень невероятно прибыльная сейчас сфера бизнеса музыкального. Слушай, ну, посмотрите, я, честно говоря, мало про это знаю. Да. Я тебе честно скажу, поэтому надо посмотреть. Понятно. Ну что, Давид, тебя не мучить больше? Нас уже предлагают на третий круг зайти. Ты не мучаешь. Что только не предлагают. Ну, хорошо. На третий круг, на четвертый. Я боюсь, я боюсь, что я уже не потянул. Раньше бы смог, наверное, пойти на третий круг, сейчас уже максимум на вторую. Нет, ну, естественно, зачем? Мы уже и так два часа общаемся. Давид, я, на самом деле, тебя хотела благодарить за то, что ты смелый человек, и ты вышел со мной в этот челлендж, в этот батл. Ну, потому что. Потому что нужно быть смелым для того, чтобы выйти в такие онлайны. Не каждый может. Ну, Алиса, я, кстати, хочу тебя, во-первых, поблагодарить, что ты меня пригласила. Я надеюсь, что это был не просто дружеский реверанс в мою сторону, да, но и просто твоя заинтересованность пообщаться со мной, узнать, возможно, что-то... Ты же знаешь, я занимаюсь тем, что я подбираю достойных противников, достойных партнеров. оппонентов, да, или соратников, как в нашем случае. Но я думаю, что даже сегодня ты узнала про меня что-то новое, то, что я тебе никогда не говорил. Я почему-то в этом уверен. Осталось 27 секунд, мы прощаемся, да? Все, я тебя целую и обнимаю, всем спокойной ночи, было очень интересно. Спасибо, что смотрели. Спокойной ночи. Пока. Пока. Пока-пока. Ну что ж, друзья, прощаюсь со всеми, подписывайтесь на замечательного Давида Ардуханяна, вот, было невероятно весело, действительно, многое я узнала сегодня тоже вместе с вами, но завтра будет продолжение Midnight Love Online. Пока.